Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Савченко Ольга, я руководитель направления «Россия» в компании «ПАК Групп». Сегодня мы с вами изучим курорты Краснодарского края и очень детально поговорим про каждый курорт и, соответственно, про отельную базу этих курортов. Хочу напомнить, что вебинары у нас будут доступны в записи на нашем YouTube-канале «ПАК Экспертс». Вы можете их потом прослушать, просмотреть. Также у нас проводится тестирование, есть возможность выиграть сувениры, подарки, экскурсионные туры, рекламные туры от наших партнеров. Ну, давайте с вами начнем. Еще хотела сказать, на протяжении вебинара, который будет сегодня проходить по Краснодарскому краю, его буду вести я. Все вопросы, которые у вас будут возникать, я прошу задавать в чате и либо после каждого блока, скорее всего, каждого блока, который мы пройдем, он у нас разделен на три части по курортам, задавайте вопросы, я буду на них отвечать, либо же, если где-то что-то я пропущу, я в любом случае вернусь к этим вопросам, и в конце вебинара мы с вами проговорим и, соответственно, остановимся на тех моментах, нюансах, которые вам интересны, на которые вы обратили внимание, и какие вопросы у вас остались, я на них, соответственно, отвечу. Ну, давайте начнем вообще с курорта Краснодарского края, что он из себя представляет. Краснодарский край у нас с вами расположен в западной части Большого Кавказа на Черноморском побережье и является крупнейшим туристическим регионом страны. Несмотря на то, что отдых в Краснодарском крае у нас с вами ассоциируется с традиционным пляжным курортом, его туристический потенциал гораздо и намного шире. У нас здесь с вами доступны все виды туризма, не только пляжные, это лечебно-оздоровительные, и горнолыжные, и активные, и приключенческие, и гастрономические, деловой, экотуризм. Краснодарский край у нас с вами делится на города-курорты и курортные поселки. Какие же курорты федерального значения у нас есть в Краснодарском крае? Это непосредственно Большой Сочи, который разделен у нас на четыре района. Это Адлерский, Костинский, Центральный Сочи и самый дальний по расстоянию – это Лазаревский район. Есть также Туапсинский район с небольшими своими курортными поселочками, такими как Шипси, Дедеркой, Огой, Небок, Ольгинка, Лермонтова, Джубга. Город-курорт Геленджик, который делится у нас на сам Геленджик, и его курортные поселочки, такие как Архипо-Осиповка, Бета, Креница, Дивноморская, Кабардинка. И непосредственно город-курорт Анапа, который также делится на Анапу и его курортные поселочки. Это Большой и Малый Утриш, Сукот, Джамите, Витязево и Благовещенское. Как же мы добираемся до наших курортных поселочков и крупных городов? В Краснодарском крае есть три международных аэропорта. Два из них, к сожалению, на данный момент у нас с вами закрыты из-за происходящего в стране, такие как Краснодар, аэропорт Пашковский и аэропорт Анапа, который находится в Витязево. И есть действующий, который принимает сейчас борта и рейс, международный аэропорт – это Сочи, который располагается в городе Адлер. Есть аэропорт внутреннего авиасообщения – это Геленджик, который сейчас также непосредственно пока закрыт. Есть возможность добраться по железной дороге, поезд останавливается практически во всех курортных городках. Можно добраться по федеральным трассам М4, Дон, А136, А146. Есть также множество морских вокзалов. И какие у нас там крупные города с вами – это Краснодар, Сочи, Новороссийск и Туапсе, Санаполь. Самый дальний по расстоянию, если считать от Адлера, это считается Анапа. Порядка 370 километров между ними расстояние. Ну и давайте переходить уже непосредственно к городам-курортам, к их специфике, сезонности, пляжам и отельной базе. Первый, о котором мы поговорим – это город-курорт Геленджик. Он включает в себя непосредственно сам город-курорт Геленджик, который расположен в закрытой бухте. Геленджик условно делится на три курортные зоны. Это центральная вдоль набережной, тонкий мыс и толстый мыс. Есть маленький, небольшой, но очень уютный поселочек Кабардинка, который располагается на берегу бухты. Есть поселок Динаморская, поселочек маленький, уютненький, Бета. Архипоосиповка – это уютный курортный поселок, который расположен в долине между гор. И маленькие также поселочки, небольшие, курортные – это Просховеевка, Крыница и Джанхот. Геленджик находится в юго-западной части Краснодарского края, между Цемесской бухтой, бухтой Инал, Черноморского побережья. Его протяженность вдоль береговой линии составляет около 80 километров. Геленджик расположен на берегу удобной бухты и окружен со всех сторон отрогами хребта. Набережная Геленджика протяженностью 14 километров, идет вдоль всей прибрежной полосы, считается одной из самых длинных в мире и самой удобной для пеших прогулок на всем Черноморском побережье. Сезон в Геленджике – круглый год. Летом, соответственно, это пляжный отдых. С сентября по май – наиболее благоприятный приют для санаторно-курортного лечения. Что касается климата Геленджика, сам курорт расположен в зоне сухих субтропиков. Ему свойственно сухое, жаркое лето и теплая, влажная зима. А как купальный сезон здесь с конца мая по середину октября, то есть достаточно длительный сезон купания. Что касается пляжей. Естественные пляжи в Геленджике – это галичные. В центре Геленджикской бухты создан искусственный песчаный пляж длиной около 1 километра. Есть уникальная особенность в этом регионе. Обширные массивы естественных лесов Пицунской сосны, которые произоставят в основном побережье у прибрежных районов и на небольших высотах. Благодаря им воздух здесь имеет эффект естественных ингаляций, который очень полезен для людей с заболеванием верхних дыхательных путей. Ну, еще раз повторюсь, добираемся мы до Геленджика. На данный момент, ну, соответственно, возможно, он будет открыт. Это аэропорт Геленджика, есть аэропорт Краснодара Пашковский, который располагается в 70 километрах от Геленджика, аэропорт Анапы, который располагается в 90 километрах от Геленджика. Также можно добраться с железнодорожным сообщением. Станция Тоннель на Анапу в 85 километрах от Геленджика, станция Новороссийск в 40 километрах от Геленджика. В самом Геленджике железнодорожной станции, к сожалению, нет. Есть аэропорт. Также есть автобусные станции в Геленджике и в Новороссийске. Можно доехать на автобусе. В самом Геленджике есть для развлечения как деток, так и молодежи, взрослых. Это аквапарки, которые располагаются в Геленджике. Есть дельфинарии в Геленджике и в Архипо-Осиповке. Затронем теперь немножко достопримечательности курорта, что можно посмотреть, куда можно сходить с детками и разбавить не только пляжный отдых, но и осмотром красивых мест в самом Геленджике. Геленджик удачно расположен, имеет удачный микроклимат, неплохую инфраструктуру. В этом городе действительно есть себя чем занять и развлечь. Затронем, опять же, набережную Геленджика. Это главный променад курорта, хорошо узнаваемый променад курорта. Здесь расположены множество скульптур, памятников, аттракционов, кафе, ресторанов. Есть памятник «Белая невеста». Есть невероятная скала Парус, это достопримечательность, которая находится недалеко от села Просковеевка. Парк Олимп, главной достопримечательностью которого является канатная дорога протяженностью более одного километра. На территории парка расположены аттракционные, детский городок, зоопарк, крокодиловая ферма, палеонтологический музей, боулинг-клуб, кафе, рестораны. Также в Геленджике есть невероятный сафари-парк. Он стал известен в Геленджике, когда входил в состав Черноморской центра реабилитации животных. Здесь под открытым небом содержатся звери, пострадавшие от рук человека. Также есть канатная дорога сафари-парка, не менее популярная, чем канатка Олимпа. Есть старый парк в Кабардинке, есть водопады. Ну и, соответственно, есть, наверное, одна из главных достопримечательностей – это Абрау-Дерсо. Первое, что нам с вами приходит на ум при упоминании названия поселочка Абрау-Дерсо в Краснодарском крае – это, конечно же, шампанское. Именно здесь находится знаменитый завод со 150-летней историей, упускающий гристые вина. Он является главной, но не единственной достопримечательностью в Абрау-Дерсо. Здесь есть невероятное живописное озеро, есть парки, фонтаны и комплексы развлечений. Давайте затронем лечебные факторы курорта. Первое, о чем хочется упомянуть еще раз – это климат. Климат сухих субтропиков. Он оказывает позитивное влияние при лечении ряда заболеваний. Так, сухой этот воздух, насыщенный фитоцидами в изобилии растущих тутпельсонских сосны и можжевельника, а также иронами Черного моря, оказывает благоприятное воздействие в случае заболевания легких и лорорганов. А также благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему, улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет. Ну, соответственно, также один из лечебных факторов – это морская вода. И есть минеральные воды – 18 месторождений. Также есть лечебные грязи иловых сероводородных озер Таманского полуострова, а также привозных лиманных грязей из Анапы. Какие же профили лечения у нас на курорте? Что же лечат? Опять же повторюсь, это бронхолегочные заболевания и лорорганы, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, кожных заболеваний и гинекологических. Ну, а теперь мы с вами перейдем к отельной базе. Мы затронем не так много отелей. Хочется выделить несколько одних из мощных, главных. Но на самом деле в Геленджике достаточно большое количество отелей достойного, хорошего уровня под любой кошелек, под любые желания и возможности клиента. Будь то бюджетный турист, который может поехать в небольшие поселочки, которые я вам зачитывала и произносила ранее. Также есть отели высокого уровня с хорошим номерным фондом, с хорошими услугами. И вот один из таких – это Метрополь Гранд Отель. Это бывший Кемпинский. Отель является пятизвездочным, имеет широкий ассортимент питания и напитков в формате шведский стол, большую перечень услуг и инфраструктура для отдыха родителей с детьми, детские клубы, инфраструктура и программы развития для детей всех возрастов, специальное питание для деток до трех лет, имеет роскошный спа-центр с термальной зоной и широким выбором спа-поцедур, уютные семейные номера для размещения различных составов семей. Гранд Отель выгодно расположился на с вами на толстом мысе в двух сотнях метрах от пляжа и знаменитой бухты. Этот отель может предложить своим гостям широкий выбор услуг и высокие стандарты обслуживания. Отель готов предоставить все необходимое, как для романтических выходных и полноценного отпуска, так и для масштабного делового мероприятия или конференций. В любом случае, прием постояльцев будет здесь организован на самом высоком уровне. Следующий отель, который я хочу затронуть, это Приморья Гранд Резорт. Это четырехзвездочный отель, расположенный в самом центре Геленджика, шаговой доступности от всей курортной инфраструктуры. Рядом с отелем расположился аквапарк, дельфинария, океанариум, а за 10 минут можно доехать до канатной дороги, ведущей на сафари-парк. В отельном комплексе работает большое количество ресторанов, кафе, лобби-баров, как в корпусах, так и на морском побережье и в зонах отдыха на территории. В распоряжении гостей тут есть открытый бассейн, теннисный курс с профессиональным подкрытием, различные спортивные площадки, тренажерный зал, где проходят регулярные занятия пилатесом, латиной, йогой. В волны-центре отдыхающие могут выбрать различные процедуры, посетить термальный комплекс с сауной, хамамом, баней и крытым бассейном с морской водой. У отеля есть собственный мелкогалечный пляж, расположенный прямо напротив спальных корпусов. На побережье работают кафе, установлены дышевые, раздевалки, навесы, шезлонги и лежаки. Далее один из значимых также объектов Геленджика – это Надежда, СПА, Морской рай, пятизвездочный санаторий, отель, курортный комплекс. Преимущество его состоит в том, что он вмещает в себя огромный ряд направлений. В первую очередь это МАИС-мероприятие, которое проходит в конгресс-холле Югорский, в котором по вместимости и качеству услуг нет аналогов на Ченоморском побережье. Есть медицинский центр, предлагающий комплекс медицинских услуг и реабилитационно-восстановительных программ. Надежда райский уголок, содержащий в себе комплекс услуг для отдыха всей семьи, в который входит СПА-центр, соответствующий всем мировым стандартам. Также есть спортивные и развлекательные мероприятия. Все это позволяет комплексу удержать лидирующие позиции на рынке. На охраняемой территории в 20 гектар располагаются не только жилые корпуса и виллы, но и рестораны, бассейны, парковка, летний кинотеатр, собственный пляж, береговой комплекс и здание Конгресс-холла. Комплекс предлагает огромнейший выбор услуг, разнообразную инфраструктуру, широкий выбор лечебных процедур, отличный вид на Черное море и горы, а потому одинаково привлекательны как для отдыха, так и для корпоративных мероприятий. Еще раз повторюсь, что этот курортный комплекс является одним из лучших в Геленджике и его окрестностях. Далее мы с вами перейдем к городу-курорту Анапы, его поселочкам, его значению, отельной базе. Коллеги, если есть вопросы по Геленджику, я прошу задать их в чате. Я отчитаю тогда блог Анапы и вернусь и отвечу на вопросы, касающиеся Геленджика. Город-курорт Анапа. Что он из себя представляет и какие поселки он в себя включает? Непосредственно Анапа-центр. Это уютный курортный город. Это Пионерский проспект, который является самостоятельной курортной зоной Анапы. Он протянулся на 10 километров вдоль моря. Джимите расположен вдоль Пионерского проспекта в его центральной части. Витязево. Курортный поселок, расположенный в самом центре Пионерского проспекта и вытянул вдоль известного своим лечебным грязами Витязевского лимана. С другой стороны к нему примыкают виноградники. Это Суко. Расположен в живописной долине среди реликтовых вечно зеленых можжевеловых лесов. Большой Утриш. Это маленький поселок на территории государственного заказника. И Станица Благовещенская. Это самая удаленная часть Анапского района, расположенная между двумя лиманов, двух лиманов с лечебными грязями, ограничивающимися с Тимрюкским районом. Чтобы вы понимали, от Анапы до Благовещенской порядка 35 километров, до Новороссийска около 52 километров, а до Геленджика около 87 километров. То есть от Анапы можно выехать с экскурсионкой до того же Абрау-Дюрсо. Эти услуги предоставляются. Можно посетить Новороссийск. Можно попасть в Суко, в Утриш. Все это находится рядом и не занимает достаточно длительного переезда. Немножко затронем Анапу. Анапа расположена на стыке Большого Кавказа и равнина Кубанско-Приазовской низменности Таманского полуострова располагается на берегу Черного моря в юго-западной части Краснодарского края. Анапа является крупнейшим детским и семейным курортом российского федерального значения. Уникальный микроклимат Анапы позволяет акклиматизироваться всего за один-два дня, что особо важно для маленьких детей. Пологое дно моря быстро прогревается солнцем и является превосходным местом для детского купания. Разнообразие природных лечебных ресурсов, развитая инфраструктура, современная медицинская аппаратура, квалифицированный персонал – все это создает уникальные условия для круглогодичного функционирования курорта. Уникальное сочетание трех климатических зон здесь – морской, степной и горной. Пляжный сезон у нас с вами в Анапе длится не так долго – с июня по сентябрь. Пляжи какие у нас здесь? Это 40 километров песчаных пляжей из скварцевого песка и 20 километров галечных пляжей. Песчаные пляжи у нас тянутся от станицы Благовещенской до центра Анапы – это морской порт. Ширина достигает порядка 4-500 метров. Галечные пляжи у нас с вами тянутся от Малой бухты – это центр Анапы – до Малого Утреша. Как добираемся мы с вами до Анапы? Это международный аэропорт Анапы, который располагается в поселочке Витязево. Есть железнодорожное сообщение, станция Тоннельная – это последняя станция на участке дорога Москва-Новороссийск в 30 километрах от города и непосредственно сам же до Анапы. Также можно добраться до автобуса, есть автовокзал в центре Анапы. Также в Анапе есть для развлечения деток и взрослых – это аквапарки, в самой Анапе, Витязево, в Джамите. Есть дельфинарии. Дельфинарии под открытым небом в Большом Утреши и в Анапе и Витязево. Ну и затронем немножко достопримечательности, сильно на них останавливаться не будем. Анапа у нас не только знаменитый морской курорт с невероятным оживительным воздухом, этот город богат древней историей. Для большинства туристов исторические современные достопримечательности Анапы оказываются приятным бонусом к оздоровительному или пляжному отдыху. Здесь есть археологический музей Гаргипи, есть ворота турецкой крепости, русские ворота. В центре Анапы есть корабль-памятник, алые паруса. Есть Кипарисовое озеро в Суко, есть замок Львиная голова в Суко. Достопримечательность развлекательного характера представляет собой средневековый европейский замок. Здесь проводятся показательные рыцарские турниры. В комплекс входит замок, конюшня, манеж, на нем проводятся турниры, левады, тир, музей пыток, на территории работают кафе. В тире желающие могут пострелять из лука или арбалета. Главным организатором выступает Робин Гуд. Он посвятит посетителей в разбойники. Каждый вечер на манеже выходят артисты, чтобы показать зрителям уникальное историческое шоу. Показательные бои в честь дамы сердца привлекают зрителей и дарят незабываемые ощущения. Какие же у нас с вами здесь лечебные факторы? Анапа является приморским климатическим лечебно-питьевым и бальнеологическим грязевым и виноградным курортом. Входит в перечень 18 уникальных лечебных курортов России благодаря сульфидным иловым грязям местных лиманов. Кроме этого, для лечения здесь применяются минеральные воды, песчаные пляжи с высоким содержанием кварца и лечебные столовые сорта винограда, ампелотерапия. Анапа – это самый многопрофильный лечебный курорт Краснодарского края. Здесь успешно лечат практически все известные заболевания. Также многие отели Анапы предлагают первоклассные СПА-услуги и велнес-программы. Мы перейдем к отельной базе. Прошу прощения. Первый отель, который хочется показать вам, рассказать о нем – это отель «Беттенбрюд». Это новый отель, который расположен у нас в районе Анапы. Он создан для любителей активного образа жизни, а также для семи путешествующих с детьми. Это нестандартный отель 2016 года постройки, выполнен с ней лофт. Отель стоит на холме над морем в живописном уголке Анапы. Это около 15 километров от центра города. Гостям предлагаются номера эксклюзивного дизайна с видом на море. Это двухуровневые и стандартные. На верхнем этаже высотного корпуса расположен ресторан с черноморской панорамой. Отель с игровыми зонами на этажах, игровой площадкой, игровой комнатой с воспитателем. Есть детский бассейн с водными горками. К услугам гостей детские и взрослые аниматоры. В распоряжении отдыхающих сезонный бассейн с баром, есть спа-центр, сквош-площадка. Гостиничному оборудованному песчаному пляжу гостей доставить трансфер. Бесплатный шаттл. А пешком до моря можно добраться в течение 15 минут. Это порядка 700-900 метров. Следующий отель – это грант-отель «Валентина». Пятизвездочный грант-отель «Валентина» находится в самом центре Анапы. Это один из самых пешенебельных отелей города. В нем обеспечены оптимальные условия для проживания, а также для различных встреч, конференций, праздничных, деловых и других мероприятий. Богато развитая инфраструктура отеля предлагает клиентам великолепный открытый бассейн площадью в 100 квадратных метров с удобной релакс-зоной, отличный оздоровительный комплекс с русскими и финскими банями, пассажными кабинетами и тренажерным залом. Для деловых мероприятий клиентам предлагается конференц-зал с современным оборудованием и комнат для переговоров. Гости отеля могут пользоваться пляжем отеля «Золотая бухта» с мелкой галькой, расположенным на расстоянии порядка 800 метров. Он ухоженный, обеспечен раздевалками, душевыми, навесами, зонтиками, лежаками, полотенцами. На берегу работает бар и водные аттракционы. Следующий отель это отель «Дача Дель Соль». Это семейный отель, находящийся в 20 минутах езды от черноморского города курорта Анапе. Отель построен с видом в виде солнечных домиков, летних коттеджей на берегу моря. Рядом с отелем располагаются дельфинарии и аквапарк. Плавать и загорать можно уже на территории отеля. Как раз таки отвечаю на вопрос в чате. Здесь подогреваемый бассейн, отвечающий самым высоким стандартам. Бассейн разделен на три зоны. Взрослую, детскую и джакузи. На площадке рядом с бассейном лежаки, шезлонды и зонтики. Пляж у них собственный, огороженный и оборудованный. Идти на море не дольше 10 минут. Прошу прощения. Следующий отель. Этот отель бывший «Грейт Эйд». Пятизвездочный отель. Сейчас он называется «Мевин Пик Резорт энд Спа Мерклион». Это пятизвездочный отель. Он расположен в конце Пионерского проспекта между курортами Витязева и поселком Верхняя Джимите. Шаговой доступности здесь контактный зоопарк. По парку в Тикитаке и Олимпу около 10 минут езды. Он располагается в 9 километрах от аэропорта. От ЖД можно добраться всего за 15 минут. В центре комплекса организован большой открытый бассейн с гидромассажной зоной и пространство для отдыхающих с шезлонгами и зонтами. И на гостей здесь будут развлекать аниматоры. Есть игровая комната. В пяти минутах ходьбы расположился собственный пляж отеля. Широкий песчаный пляж хорошо оборудован. Здесь работают душевые, мидпункт, есть кабинки для переодевания, шезлонды и навесы. Следующий отель – отель «Утесов». Это уникальный отель, построенный на Приморской скале. Из окон отеля открывается захватывающий вид, запоминающийся надолго. От центра отсюда всего 3 километра, поэтому поблизости есть все необходимое для отдыха и жизни. Кафе, рестораны, бары, магазины. От аэропорта 19 километров до железнодорожного вокзала порядка 11. Также близко, как и центра Анапы, расположен чудесный местный парк. Питание организовано здесь в ресторане «Национале Кусто». В них шедевры кулинарного искусства сочетаются с элегантной обстановкой и уютной атмосферой. Кухня интернациональная, половора здесь готовят блюда на любой вкус. Городской Галичный пляж находится в 500 метрах от отеля. Он радует своих гостей первозданной прелестью. От заката до рассвета здесь можно наслаждаться морем без излишеств цивилизации. Ну и переходим к району Большого Сочи. Это самый большой район, самый протяженный. Он у нас с вами делится на множество поселков, которые предлагают свою инфраструктуру, свои развлекательные мероприятия, свои отели. И давайте немножко поговорим о нем. Сам город-курорт Сочи – субтропический, горно-климатический, приморский курорт федерального значения. Он протянулся на 145 километров вдоль Черного моря. Множество крупных и мелких населенных пунктов связано общей инфраструктурой и образует по сути мегаполис. Повторюсь еще раз, район Большого Сочи разделен на 4 района. Это Адлерский, Центральный, Хостинский и самый дальний – это Лазаревский. Уникальное сочетание климата влажных субтропиков, теплого моря, вечно-зеленой растительности, обилие солнца, разобразные гидроминеральные базы делают Сочи практически универсальным курортом. Сочи является всесезонным курортом. Благодаря комфортному климату Сочи – самый теплый курорт. Купальный сезон здесь самый продолжительный – с мая по октябрь. Наличие санаториев с мощной лечебной базой и современных спа-отелей, предлагающих медицинские и оздоровительные программы, а также постоянно проходящих культурных, спортивно-деловых и других мероприятий делают Сочи популярным курортом в осенне-зимний период. Сочи у нас с вами находится в самой северной в мире субтропической зоне. Его климат характеризуется повышенной влажностью. Лето здесь жаркое, благодаря наличию большого количества цветущих растений и повышенной влажности воздуха. И тут самое важное – не рекомендуется пребывание на курорте людей, страдающих бронхиальной астмой, а также с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системой в высокий сезон. Курорт расположен на гористой местности у подножья Кахказских гор. Протяженность пляжной полосы здесь порядка 145 километров. Пляжи здесь галечные. Размер гальки увеличивается от границы с Абхазией в сторону Туапсинского района. Ширина пляжа сильно варьируется. В Адверском районе и Центральном Сочи наиболее узкая. Ближе к Лазаревскому району полоса расширяется. Еще один очень важный момент. Многие объекты отделены от пляжа железнодорожным полотном. Во всех курортных зонах есть специальные переходы к морю. Крупные санатории и пансионаты оборудованы лифтами для спуска на пляж или фаникулерами. В основном пляжи муниципальные. Открыты для всех и предлагают услуг проката пляжного оборудования и водно-моторных развлечений. Транспортная доступность. Это международный аэропорт Адлера. Добраться также можно на поезде с железнодорожным сообщением. Есть остановки в поселке Лазаревске, Лоу, Сочи, Кудепста, Хоста, Адлер. И также есть автовокзал в центре города Сочи. А сейчас немножко поговорим о каждом районе, затронем их. Первый район, который хочется упомянуть, это Адлерский. Адлер – это центральная часть Адлерского района, который наряду с сочинским районом центральным, Лазаревским и Хостинским входит в состав крупнейшего черноморского курорта под названием Большой Сочи. Фактически Адлер является чем-то средним между небольшим городом и поселком городского типа. Простирается Адлерский район от реки Псоу вплоть до границы с Абхазией. В отличие от других частей Большого Сочи, Адлерский район имеет наибольшую ширину побережья. Горная часть региона обходит состав Кавказского биосферного заповедника, второго по величине в Европе. Прибрежная часть Адлерского района находится на территории Сочинского национального парка. В Адлере можно увидеть большое количество пальм экзотической растительности, нетипичной для остальной части России. Здесь же находится знаменитый горнолыжный курорт «Красная поляна». О нем немножко позже поговорим, тоже немножко затронем его. В Адлерском районе из достопримечательностей и чем себя развлечь, можно посетить орнитологический парк, есть дендрологический парк, южные культуры, океанариум «Сочи Discovery World Aquarium». Это самый большой океанариум юга России, он расположен в Адлере. Есть адлерские дельфинарии, есть аквапарк «Амфибиус», крупный и очень популярный у отдыхающих водный мир с горками, бассейнами. Есть форелевое хозяйство. Следующий район – это Эмеретинская низменность. Локация, о которой сейчас пойдет речь, это 7,5-километровая равнина между речью горных рек Мзымта и Псоу. В административном плане это самый юго-восточный пятачок городского округа Сочи, включающий несколько массивов микрорайона Адлер. Сюда же входит и пограничный с Абхазией микрорайон «Совхоз Россия». Северо-Низина уже ограничена проросшим лесом. Южная граница объекта – две Эмеретинские бухты, разделенные Олимпийским мысом. Эмеретинская низменность – это парк развлекательный, спортивный, курортный, культурой и отдыха, и даже местами исторический. А незастроенные кусочки Эмеретинки являются особыми природными территориями. Под их действия попадают практически 1300 гектаров урочищ. Что здесь можно посмотреть? Непосредственно Олимпийский парк. В первую очередь, Эмеретинская низменность известна соотечественникам нашим идеально круглым мысом. Там его сделали специально, ведь внутрь теперь низины находится Олимпийский кластер, в котором в идеальное окружное вписано 6 стадионов и тренировочная арена. В центре Олимпийская площадь, а на территории ведущей местной ЖД-станции – трасса Формула-1. Также есть Сочи парк с множеством забав, аттракционов. Также есть орнитологический парк, озер, яхтенный порк, порт Южной культуры. Следующий у нас с вами район – это центральный район Сочи. Город Сочи – это кладезь-достопримечательность. Чтобы осмотреть все интересные места региона, не хватит у вас и недели. Для Южного курорта характерны здания сталинской постройки, а также обилие нетипичных для России зеленых наслаждений в парках, скверах, тенистых улочках, бульварах, рощах и садах. Что мы здесь можем посмотреть? Есть зимний театр, есть парк Ривьера, Дендрарий, морской вокзал, большой сочинский дельфинарий. Все это можно посетить, находясь в Сочи, и есть чем себя развлечь, куда сходить. Достаточно огромное количество инфраструктуры в районе, в центральном районе Сочи. Следующий район – это Хостинский. Хостер находится на расстоянии около 20 километров от сочинского центра между городом Сочи и Адлер. Хостинские строения и пляжные территории тянутся на 14 километров вдоль Черноморского побережья. Туристов этот курортный город привлекает теплым и лечебным спрактическим климатом, длительным по времени купальным сезоном, комфортными условиями для семейного отдыха, прекрасными природными пейзажами. Здесь мы с вами можем посетить Тисосомшитовую рощу, Хостинскую крепость, Орлиные скалы, Змейковые водопады, Белые скалы, Аквапарк Бриз здесь находится, Воронцовские пещеры, Огурские водопады, Дача Сталина, Дача Квитко. Огромное количество инфраструктуры, достопримечательностей, чем себя развлечь в этом районе Большого Сочи. Следующий район – это Лазаревский район. Лазаревская у нас знаменитый курортный поселок, а точнее крупный микрорайон города Сочи. Один из самых популярных курортов Черноморского побережья России. Расположен он на реке Псизуапсе в 40 километрах от центрального Сочи. Там развита инфраструктура, множество развлечений, интересных мест, мягкий климат. Все это привлекает сюда, как любителей спокойного семейного отдыха, так и молодежи, желающие отдохнуть на всю катушку. Здесь мы можем с вами посмотреть множество достопримечательностей, таких как национальный парк Берендеево царство, Сверское ущелье, Мамедовое ущелье, Крабовое ущелье, Волоконское ущелье с дольменами и невероятное количество водопадов. Самое известное из них это 33 водопада. Далее мы с вами поговорим о лечебных факторах курорта. Сочи, это у нас самый крупный лечебный курорт России, входит в перечень 18 уникальных курортов России благодаря сероводородной воде Мацеста. Что же такое Мацеста? Мацеста – это уникальная сероводородная вода, используемая для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, лорорганов, опорно-двигательного аппарата, кожи, гинекологии, послеошоговых и послеоперационных рубцов. Используется только для наружного применения в виде общих ванн и местных процедур. Важно, все Мацестинские процедуры отпускаются только в больной лечебнице холдинга Мацеста. Он располагается в месторождении сероводородных источников. Почему это так? Потому что транспортировка Мацеста приводит к существенной утрате ее лечебных свойств. Курс лечения Мацеста не менее 8-9 процедур, которые отпускаются через день, поэтому назначаются при условии пребывания в санаторий не менее 16 дней. Лечение отпускается только по назначению врача, так как имеет ряд противопоказаний, поэтому в санаторий необходимо отправляться с санаторно-курортной карты, которую турист оформляет по месту жительства у своего врача-терапевта. Также Мацеста отпускает процедуры на основе природы йодобромных вод из кустынного радона и грязи. Если главная цель поездки лечения, лучше приехать весной или в осенне-зимний период. Погода в это время наиболее благоприятна для лечения и меньше туристов и стоимость услуг. Следующие, какие у нас с вами лечебные факторы на курорте. Климат у нас приморский, здесь есть Мацестинская сереводородная минеральная вода, йодобромные воды, питьевые лечебные минеральные воды и привозные грязи месторождения Анапского, озера Табукан и Ейски. Лечит на курорте заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, эндокринной системы, нарушение обмена веществ, опорно-двигательного аппарата, заболевания кожи, гинекологии и урологии. Вопрос в чате. Методическую информацию можно прочитать в любых онлайн и бумажных источниках. Да, коллеги, эта информация есть в любых источниках, но хотелось бы, конечно, в любом случае затронуть эту информацию, потому что она полезна и важна. Немногие знают, с чем можно ехать на тот или иной курорт, а с чем нельзя ехать. Какая полезная информация была бы вам интересна? Если мы затронем и вернемся немножко назад, поговорим, да, например, о той же Анапе. Опять же, Анапа – это в любом случае детский семейный курорт. Туда не поедет в основном молодежь, потому что там на Пионерском проспекте, жизнь прекращается где-то в районе 11 часов вечера, потому что очень много детей и, соответственно, все развлекательные мероприятия, в основном, расположены они на улице, дабы не мешать деткам отдыхать, все это прекращается в 11 часов. Поэтому молодежь, маловероятно, что поедет в район Анапы. Опять же, в район Анапы едут лечить деток. Кварцевый песок очень сильно помогает в ряде заболеваний. Также на курорт Анапы едут лечиться и взрослые, потому что это уникальный курорт, который предлагает практически лечение совершенно всех профилей заболевания, начиная от лорорганов и заканчивая всем остальным, даже опорно-двигательным аппаратом, в связи с тем, что есть возможность лечиться грязями риманных озер. Сама Анапа делится на... Да, вот давайте все-таки вернемся. Да, возможно, я не затронула этот момент. Сама Анапа, она делится, ну, даже, грубо говоря, на три части. Это центр Анапы, где стоят жилые дома и стоят отельные базы. То есть это достаточно такой оживленный кусочек курорта, который имеет городской пляж. Он очень сильно, можно сказать, населен туристами. Можно даже такой прям в разгар сезона не найти место, куда себя положить. Поэтому в основном в центр едут, наверное, молодежь, которая все-таки туда собралась, потому что там есть много развлекательных учреждений. Нет, вход не платный, вход бесплатный на городской пляж. Он открыт доступом для всех. Есть, конечно, там кусочки земли, которые принадлежат отельной базе. Платных пляжей в Анапе нет. Они муниципальные. Многие пляжи разделены, огорожены с территории отеля. То есть отель огораживает небольшую свою территорию, ставит на нее шезлонги, зонтики. Свои пляжи, да у многих. Все в основном, которые располагаются на Пионерском проспекте. Те же Давиле, Ривьера, это входы по ключам, конечно же. Шато Каберне, Белый пляж, Белый песок. Множество пляжей, множество отелей, которые располагаются на Пионерском проспекте, они имеют свои территории, которые уже непосредственно с лежаками и зонтиками. Если даже они не огорожены, туда спокойно отдельный человек не зайдет и не ляжет на шезлонг и не заберет его, потому что там за этим следят. В самой Анапе есть несколько территорий отельных пляжей, они отделены, но в основном в центре Анапы это городской пляж. на который имеют доступ все желающие. Это что касается самого центра. Далее чуть-чуть проехать, и мы попадаем с вами на Пионерский проспект. Что с тобой представляет Пионерский проспект? Он разделен на две части. Первая береговая линия и вторая береговая линия. Они разделяются тем, что между ними проходит дорога. Дорога не оживленная особо, она больше такая, которая стоит в пробках в час пике. Очень много пешеходных переходов на ней. То есть перейти дорогу нет проблем, машины всегда проезжающие, они останавливаются, пропускают туристов. Проблем там никогда с переходной дороги не было. И вторая линия это не особо далеко от моря, как первая линия, грубо говоря, перейти только дорогу. Огромная инфраструктура на Пионерском проспекте это длинный кусок протяженностью порядка 10 километров, множество кафе, ресторанов, столовых, аптеки, магазины продуктовые, магазины бытовые, все это есть. Много отельной базы, есть гостевые дома, также по приезду, если туристы едут на машине, очень много сдается жилья обычного, это вот обычные дома, это какие-то пристройки к домам, это, соответственно, частные владения, это частные люди, которые предлагают комнаты. Что касается парковок, кто едет на машинах, здесь, конечно, все на Пионерском проспекте печальнее, машины ставить практически некуда. Если даже какие-то территории отеля огораживают, очень быстро занимаются места на парковках, парковки небольшие, поэтому мы советуем все-таки, если турист едет на машине, отель предупреждать об этом, чтобы они там заблаговременно, возможно, поставили на опцию паркоместо, чтобы приезду туристов было куда поставить машину. Если же машину поставить некуда, есть парковки за отдельную плату, они также располагаются на Пионерском проспекте, можно отогнать машину и, соответственно, за доплату машину оставить. И есть, опять же, повторюсь, Пионерский проспект, это, наверное, больше такой семейный, детский район. Здесь есть и аквапарки, есть дельфинарии, здесь невероятные пляжи с дюнами, очень многие приезжают с детьми полечить их от продолжительных болезней. И также есть поселок Витязева, это самый дальний от центра Анапы, это отдельный поселочек, который также с развитой инфраструктурой, густонаселенной отельной базой в основном. На этой территории еще достраиваются и строятся новые отели, и Фиолетты, и Грейтейт, там очень много отелей, которые в этом году введены в эксплуатацию. Также есть замечательный парк аттракционов в Парале, множество аттракционов есть чем заняться с детьми. Пляжи также хорошие, песчаные, но не такие прям широкие, как на Пионерском проспекте. А вода, когда начинает свистеть? Это, наверное, такая одна из болей всех туристов и турагентов. Знаете, тут не угадаешь. Если лето засушливое, дождей практически нет, море начинает свисти где-то, наверное, с середины июня. Если же дожди проходят и вода разбавляется, цветение и вот этот ламинарий, он уходит. Но не всегда прям сильно, где-то что-то все равно плавает, но многие отели чистят свои пляжи, убирают ламинарии с пляжа и пытаются более-менее расчистить вход в море. Но бывает и такое, что заходить приходится раскидывая это все цветение. Но она прибивается к берегу. Дальше, если пройти, но пологая очень, пройти надо по поясу достаточно далеко, чтобы окунуться. Далее вода чистая, там водоросли не плавают, можно спокойно плавать. и да, доставляет это некое неудобство, неприятно входить в это все, но, опять же, повторюсь, это не всегда так. Если все-таки дожди прошлись, вода достаточно чистая и только изредка либо на берегу лежит, если не успели убрать ательеры, либо на входе прямо в море. Вот сказать, когда точно чистое море невозможно. Опять же, повторюсь, это все зависит от все-таки сезона. Зависит ли цветение воды от курорта? Везде одинаково. Там, где песчаные пляжи, это Анапа, да, цветение, да, оно есть. Там, где галечные пляжи, цветения нет. Анапа у нас с вами, повторюсь, разделена на галечные пляжи и на песчаные пляжи. От морского порта в сторону Суко, и Утреша. Там уже идет галька и там пляжи уже без цветения. Цветения практически там не бывает. Пантоны? Нет. В Анапе понтонов нет ни в коем случае. Заходы везде с моря. Пляжи все нормальные. Пантоны у нас с вами только в Геленджике. В Геленджике сама пляжная полоса, она достаточно узкая. практически невозможно на ней уместиться и было принято решение оставить понтоны. Из понтонов уже идет спуск в море. Еще раз повторюсь, в центре Геленджика, чтобы избежать вот этих постановок понтона, сделали искусственный пляж, насыпали песок, то есть вы лежите на песочке, загораете, но входить вы в море будете по гальке. В принципе, по Анапе что еще рассказать? Анапа очень удобна в плане транспортной доступности. Аэропорт Витязева, дай бог его откроют и туристы смогут туда прилететь. Располагается не так далеко. Ехать минут 15 до Пионерского проспекта. до центра Анапы минут 20-25, если нет пробок. Опять же, если пробки на Пионерском проспекте, это узкая дорога, которая в одну полосу движения, в одну сторону и в другую. Зачастую там в час пик, когда обычные жители возвращаются домой, либо же едут на работу, выстраивается, конечно, пробка. Но есть всегда возможность объехать Пионерский проспект со стороны Симферопольского шоссе, который также имеет доступ к центру Анапы, но тут, к сожалению, тогда не попадешь на Пионерский проспект. Два пути. Отелей очень много, отельная база очень разнообразная. Как для проживающих с детьми, так и обычные какие-то гостевые дома, бюджетные учреждения, так и отели высокого класса, которые с прошлого, с этого года открываются и имеют качественный уровень сервиса, которого не было на этом курорте. соответственно, сейчас очень много отелей, которые предлагают первоклассную инфраструктуру и могут как бы даже превзойти многие отели в Сочи. Медузы. Медузы, да, бывают, но медузы, они в основном прибиваются, когда холодно, и в основном это октябрь, наверное, месяц. Если идут прям сильные дожди и на улице наступает некое похолодание, да, медузы появляются, но не в большом количестве они есть, они большие, такие синенькие, но в основном они прибиваются и прям идут по кромке берега, это в основном октябрь. Ну, соответственно, в октябре уже в море войти невозможно, это все-таки Анапа, это степной, это степь, там ветра очень сильные, ночами в Анапе действительно достаточно прохладно, даже летом, а в межсезонье так вообще, если даже летом, если даже днем температура воздуха прогревается, можно ходить в футболке, это апрель, май, то вечерами хочется на себя уже одеть достаточно такую хорошую весенне-осеннюю курточку. И опять же, да, в октябре уже достаточно прохладно вечерами, но днем еще температура держится приятная, поэтому сюда опять же летом приезжают отдыхать, в осенне-зимний период сюда приезжают лечиться, потому что очень большая широкая санаторно-курортная база, очень много санаториев, которые располагаются как в самой Анапе, так и непосредственно уже на Пионерском проспекте. И в период межсезонья очень мало народу. Все отели, которые работают сезонно, они закрываются на этот период, и можно спокойно, тихонечко отдохнуть и полечиться, насладиться тишиной, без суеты, погулять по берегу моря, насладиться воздухом, насладиться лечением, которое предоставляют классные специалисты в санаториях. Вот, поэтому лечиться сюда лучше приезжать действительно в осенне-зимний, в осенне-весенний период, а летом сюда, конечно же, ехать, насладиться солнцем, морем, пляжем, виноградниками, экскурсионным обслуживанием, которое здесь предлагается. Вот, это мы с вами поговорили про Анапу, мы ее затронули, поговорили, очень много отелей, отелей на первой береговой линии, отелей на второй береговой линии, санаторий в достаточно большое количество. Что касается Геленджика, Геленджик, честно, на мое мнение, это такой более молодежный курорт. Я не думаю, что многие более такие пожилые люди едут туда, в основном это едет пожилые больше едут, наверное, в поселочке Геленджикского района, где тихо, недорого, своя инфраструктура. Геленджик все-таки он больше такой тусовочный город, и сюда едут все-таки развлекаться. Опять же, со всех поселочков недалеко добраться до Геленджика, если туристы отдыхают с детками, посетить сафари-парк, посетить канатную дорогу Олимп, прогуляться по невероятно красивой набережной. Вот. Поэтому Геленджик у нас с вами больше такой, наверное, молодежный поселок, вот его молодежный город-курорт, а поселки это, наверное, больше семейные и для туристов более такого старшего возраста. Что касается Сочи. Ну, Сочи у нас с вами очень разнообразен, начиная от Сочи. Тут себе найдет развлечение каждый от молодежи для отдыха с детьми. И более старшее поколение у нас любит отдыхать в Сочи. Для этого там огромная отельная база от уровня эконома гостевых домов до уровня 5 звезд, сети отелей Рэдисон и всех остальных. Далее это что касается центрального района. Далее у нас Адлерский район, где у нас располагается аэропорт и Меретинская низменность с олимпийскими объектами. Это дальше поселочки Хостинский, Кудепста, Луо и дальше к Лазаревскому. Лазаревский район, я считаю, что это больше семейный курорт. Молодежи там заняться честно нечем. Там нет такой особо развлекательной инфраструктуры. В основном там действительно очень много родителей с детьми. Там есть парки аттракционов, там же опять же и дельфинарии, и аквапарки. Единственное, что может смущать при отдыхе, это, наверное, в Лазаревском районе, это крупная галька. Вход в море это действительно крупная галька, заставляет одеть специальную обувь, чтобы можно было спокойно зайти и искупаться. Но кого это не пугает, кому нравится, те, соответственно, даже и босиком могут спокойно зайти и наслаждаться массажем ступней. Вот. Сама пляжная полоса Лазаревского района, она тоже не очень широкая. Это в основном муниципальный пляж. Свой пляж имеет Прометей Клуб, он огорожен, туда нет доступа вообще никому, это небольшой такой кулачок бережья, пляжные полосы, где у них стоят шезлонги, зонтики, бар, соответственно, и вся инфраструктура чуть сзади пляжной полосы. Остальные пляжи, они в основном муниципальные. Летом народу там действительно очень много со всех отелей, гостевых домов. Опять же, мне кажется, есть возможность возникнуть в проблеме найти, куда положить полотенце, либо же взять, да, на прокат шезлонг и поставить его. Чуть-чуть двигаемся. Прометей в Лазаревском районе, да, действительно, это хороший отель, я там сама отдыхала с ребенком, отдыхали мы в октябре месяце, на удивление, мы еще плавали в бассейнах, была достаточно хорошая погода, там же поймали землетрясение небольшое, 4 балла. Прометей, да, единственный, наверное, их небольшой минус, они очень долго отвечают на запросы, подтверждают бронирование. А так, да, отель замечательный, есть открытый бассейн с морской водой, есть открытые бассейны, есть детские бассейны, проводятся всевозможные анимации, неплохое питание, я не скажу, что питание прям супер, но кормят вкусно, не разнообразно, но вкусно. Хорошая развлекательная программа у них, достойный, хороший номерной фонд. Да, Прометей нет искусственного песка, у них галька, вход в море галька, единственное, они сделали настилы, у них есть настилы на пляже, где стоят шезлонги, но с настилов надо спуститься и зайти в море. Ну, давайте вернемся, наверное, в Сочи, если есть еще вопросы, вы можете задать в чате, давайте сейчас немножко по отельной базе пробежимся и, может быть, еще немножко затронем по информации сам район Сочи. А хотелось бы еще, да, упомянуть, презентацию мы не включили, это Туапсинский район, это тоже достаточно хорошие поселки, небольшие поселочки, они тоже предназначены для бюджетного туриста, если у вас таковые есть, для отдыха с детьми, хорошие бухты, хорошие пляжи, мелкогалечные, хороший, неплохой номерной фонд, гостевые дома, сам Туапсе, он не курортный, это больше город-порт, поэтому туда мы туристов не отправляем, лишь туда у нас туристы добираются на ЖД, до железнодорожной станции Туапсе, оттуда уже непосредственно заказывается либо трансфер, либо туристы сами добираются до поселочка, поселки в Сине совершенно недалеко, расстояние практически небольшое, можно доехать и на автобусе, и на такси, если туристы не желают заказывать трансфер, поэтому как курортную зону Туапсинский район тоже забывать не стоит и помнить, что туда все-таки спрос есть, туристы у нас не все с вами обеспеченные, есть люди, которые малообеспеченные, хотят все-таки провести лето на море с семейством, поэтому если будут запросы, мы всегда рады подобрать размещение в том районе. Так, по лечению в Сочи, значит, у нас, напомню еще раз, нельзя туда астматикам и аллергикам из-за растительности цветущей, лечат сердечно-сосудистую систему, нервную систему, эндокринную систему, опорно-двигательный аппарат, это вот одно из важнейших тоже, в связи с тем, что есть сероводородная вода мацеста, опять же, это заболевания кожи, гинекология, урология. Так, ну давайте быстренько по отелям, которые я хотела вам презентовать. Первый это отель, это Bridge Resort, он у нас с вами, это четырехзвездочный отель, он у нас с вами располагается в Нижнемеретинской бухте Адлерского района, он располагается ну где-то около 150 метров от моря и в пешей доступности от Олимпийского парка и тематического Сочи парка. То есть рядом с ним все практически экскурсионные олимпийские объекты. Также в этом отеле можно сосчитать себе не только пляжный, санаторно-курортный отдых, можно совмещать и отдых в горах. Что с собой представляет этот отель? Это отель восьмиэтажный, имеет 11 типовых корпусов, которые у нас названы в честь 11 стран. Это, насколько я помню, Афины, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Пекин, Рио-де-Жанейро, Стамбул, Токио, Вена, ну, в общем, и дальше. И главный символ этого комплекса является мост, который связывает между собой все эти здания. также в главном корпусе расположен велнес-клуб с комплексом крытого-открытого бассейна, есть детский бассейн, который подогревается круглогодично, ну, соответственно, сауны, хамамы, все это есть. Также на территории, также в самом комплексе есть клиника семейной медицины, которая предлагает широкий выбор и спектр программы здравления, лечения с применением современного оборудования. Что же они здесь лечат? Они лечат сердечно-сосудистую систему, нервную, опорно-двигательную аппаратуру, органы дыхания, ну, и, соответственно, профилактика и диагностика, лечение урологии и гинекологии. Повторюсь, наверное, еще раз, пляжи у нас по району Большого Сочи это Галька, Лазаревский район это крупная Галька и ближе уже к Абхазии Галька становится мельче, мелкогалечная, поэтому вход в море здесь менее проблематичный, то есть центральный район Сочи, Адлерский район это уже такая средняя мелкая Галька, а ближе уже к Абхазии там мелкая Галечка, есть такой поселочек уже дальше по Абхазии веселый, там вообще песок, но это уже по Абхазии. Так, что у нас за вопрос появился? так, Ольга, детский подогреваемый открытый бассейн, смотрите, есть крытый открытый бассейн для взрослых и есть детский бассейн, он, насколько я помню, он крытый, крытый бассейн и он подогреваемый, и он круглогодичный. Я могу этот момент уточнить, но, насколько я помню, в открытом бассейне детского отделения не было, но могу заблуждаться, я могу чуть позднее вам ответить на этот вопрос. Следующий отель у нас в Бридже нет, к сожалению, квоты нет, но мы также с этим отелем сотрудничаем через наших партнеров, у нас есть ряд партнеров, у которых мы можем этот продукт приобрести этот отель, поэтому мы продажи на него не останавливаем, мы смотрим и можем забрать эту квоту у тех или иных партнеров, либо которые у нас располагаются непосредственно в самом Сочи, это сочинские партнеры, либо через каких-то других партнеров, операторов смотреть, поэтому продажи мы не останавливаем, квоту мы у них не брали, потому что они действительно дают ее под жесткий блок в основном, и пока мы не сориентировались на это, можем брать через партнеров. Следующий отель это Swiss Hotel Camille, это наш один из излюбленных наших партнеров, мы с ним работаем по прямому договору, очень хорошие отношения с ним, он является визитной карточкой, просто наверное центрального района Сочи, он окружен большим реликтовым парком, имеет невероятный живописный вид и на парк, и на город, и на море, из окон и балконов отеля, то есть невероятный отель, на территории которого есть рестораны, бары, есть бассейн под открытым небом с подогреваемой водой, есть много развлечений для детей, есть специальные бассейны для детей, игровые комнаты, площадки, есть кафе-кондитерское для юных лакомок, также есть и тренажерные залы, и комнаты для косметических процедур, бани, парные, все это есть по комплексе Камелия. Есть у них в прибрежной зоне уникальный двухуровневый песчано-галечный пляж, это просторная зона для релакса, где есть удобные лежаки, зонтики, есть бар, есть детский бассейн, расположенный на песчаной части пляжа, и как бы вот он очень, этот отель все-таки наверное очень уникален тем, что они очень много вкладывают душу и сил в развитии именно инфраструктуры для деток. Туда могут приехать не только в бизнес-целях остановиться, для комфортного приживания, но все-таки они себя хотят позиционировать больше как отель семейный. И все для этого делают и вкладывают реально очень много сил, эмоций на инфраструктуру, на развлечение деткам. Следующий отель, даже не отель, это санаторий, аквапарк на территории Свис-отеля нет, к сожалению, нет, но есть большое разнообразие аквапарков непосредственно в самом районе Сочи. Следующий санаторий, это у нас санаторий Черноморья, это многопрофильный лечебный комплекс, у них очень уникальные медицинские технологии, он располагается в центральном районе Сочи, недалеко от Зимнего театра. Здесь рядом с ним есть набережная, порт, ну и, соответственно, все необходимые рестораны, кафе, магазины, развлекательные центры, все это рядышком есть. Это многопрофильный еще раз центр, повторюсь, он специализируется на сердечно-сосудистых, эндокринных, нервных, гинекологических и урологических заболеваний. Есть грязевые, аппаратные, мануальные, больно логические, альтернативная медицина. Также на территории есть большой плесноводный с подогревом бассейн, удобная зона отдыха около него, есть крытый бассейн, есть русско-японская баня, финская сауна, есть спа-центр, там есть много специализированных программ по уходу за лицом и телом. Как пройти на пляж? Тут, конечно, придется спуститься по пешеходной дорожке, спуск невелик, он очень ухожен, не доставляет труда, но спуститься все-таки надо. На пляже есть лежаки, шезлонги, зонтики, летом там также работает бар и есть всякого рода прокаты водного инвентаря. В санатории по Краснодарскому крапу мы все отменили, ничего не надо, но как бы лучше всегда перед поездкой уточнить этот момент, потому что ситуация меняется, вы сами помните, как это происходило, сегодня одно, завтра другое, сейчас все отменили, а завтра решат опять все ввести, в связи с тем, чтобы большой наплыв туристов, опять полетели заболеваемости, опять мы впадаем в панику и закрываемся на карантины, поэтому все-таки если планируется дальняя поездка, на данный момент нет, но лучше за пару недель все эти нюансы уточнять, потому что это все меняется, и опять же мы с вами видим такую тенденцию, что в одном регионе все поотменяли, а в другом регионе все это до сих пор требуется, поэтому лучше перепроверять, потому что спокойствие и спокойствие нервных клеток туриста, для нас это важнее, чтобы турист приехал и без проблем при заселении спокойно заехал и наслаждался отдыхом, либо процедурами, либо лечением на том или ином курорте. также хочу презентовать вам отель спа-отеля «Острова», который у нас находится на территории здравницы Заполярье, какие его преимущества, отель у нас расположен в центре курортной зоны города Сочи, на территории субтропического парка, имеет богатейшие природные медицинские спа-ресурсы, у них высочайший уровень размещения сервиса и обслуживания, имеет 42 номера и 4 роскошных виллы и 3 коттеджа, большой комплекс услуг, то есть у них проживание, хорошее питание по системе шведский стол, есть филиппинский спа-центр «Лусон» и есть многофункциональный лечебный центр на территории санктория Заполярье. Спа-отель «Острова» в Сочи не даром так назван, он расположен в уединенном парке санатория, куда нет у нас с вами доступа посторонним. Чистый воздух, полный аромат южных растений и близость моря это главное преимущество территории, территории, которые занимают острова. Следующий отель у нас парк-отель «Арфа». Это пятизвездочный отель, он считается одним из фешенебельных курортных комплексов, он находится рядом с Олимпийским парком. Здесь что вас ждет? На территории отеля виллы, которые скрыты от посторонних зеленью деревьев, в каждой вилле есть цветущий сад и свой бассейн, и отдельная парковочная зона. И из огромных окон панорамных открывается невероятно и завораживающий вид на море. Также одной из гордостей парк-отеля «Арфа» это знаменитая чайхана, которую называют «кухней мира». По меню можно здесь заказать не только привычные блюда российской кухни, но и экзотику родом из Японии и Средиземноморья. Тут есть все на территории для разнообразного отдыха. На территории есть спа-центр с аквазонной, бары, рестораны, тренажерный зал, открытые и закрытые бассейны. Также есть термальный комплекс. Ну и соответственно есть хорошая такая большая летняя терраса, на которой в теплые дни гости могут отдохнуть. Где написано «Заполярье»? Парк-отель «Арфа» он находится в Амеретинской низменности, а Заполярье в центральном районе Сочи. Следующий у нас один из тоже таких значимых объектов, это санаторий Октябрьский. А где на презентации? Что-то мы неправильно сделали. Так, острова, спа-отель на закрытой территории парка санаторий Заполярье, это Сочи. Вот, видите, нашли ошибку, какие вы внимательные. Действительно, здесь расположение некорректно указано, ай-яй-яй нам, парк-отель «Арфа» располагается в Амеретинской низменности, приношу свои извинения, в Амеретинке рядом с Олимпийскими объектами, недалеко от, даже видите по фотографии, если по самой верхней, вот там стадион у нас на кусочке бухты виднеется. Так, следующий у нас с вами санаторий Октябрьский. Большую территорию имеет, 4 гектара приморской территории в центре Сочи. Что он имеет на территории? На территории есть зоопарк, аквапарк и пляж 400 метров от санатория. Также у них есть эксклюзивные условия размещения, питания, оздоровления. Здесь у нас 3 спальных корпуса и 8 коттеджи и апартаментов и также отдельно стоящий медицинский центр. Есть большая программа водных развлечений как на море, еще раз повторюсь, пляж галечный и собственный, так и летние аквапары с детскими и взрослыми горками или подогреваемым крытом бассейном с отделением для деток. Есть коллектив высококаплифицированных врачей, которые обеспечат широкий спектр медицинских услуг по лечению заболеваний профильных. Это нервные, опорно-двигательные, гинекологические заболевания, урологические, кожных и сопутствующих. Ну и, соответственно, созданы все условия для круглогодичного многофункционального лечения и комфортабельного отдыха. Гринхаус Детоксин Спа четырехзвездочный отель. Он круглогодичный, построен он с вами в 2013 году, имеет выгодное расположение. Это порядка трех километров от центра Сочи и порядка четырех километров от знаменитого Дендрария. горные подъемники порядка часа езды, до Бювета можно добраться за двадцать километров. Но тут есть одно но. Пляж в порядке километра от отеля. Рядом с отелем можно добраться до центрального стадиона, до Терренкура тропа здоровья. Ну что сказать об отеле. Это гарантия отличного сервиса, высоких стандартов. В инфраструктуру здесь входит спа-центр Наутилус, салон красоты Наутилус Бьюти, летний бассейн. И соответственно они предлагают трансфер на пляж, но только в летний сезон. Это с 1 июня по 30 сентября. Пляж оборудован по-европейски, есть прокаты зонтиков, шезлонгов, ну и соответственно всякой водомоторной техники. И хочу наверное немножко вернуться по отелям у нас с вами все. Закрепим наверное Сочи, Геленджик мы с вами проговорили, Анапа мы с вами проговорили, давайте закрепим Сочи. Сочи делится у нас на 4 района, куда мы прилетаем это Адлер, в Адлер также приходят поезда, приходят поезда на ЖД вокзал Сочи, никогда не путайте, это разные станции, ЖД Сочи, ЖД Анапа, аэропорт у нас располагается только в Адлере, ЖД полотно у нас проходит практически по всей пляжной полосе, где-то доходит до центра Анапы и уходит вглубь. В Амеретинской низменности по пляжной полосе железной дороги у нас с вами нет, поэтому здесь доход к морю, подход к морю достаточно спокойный и без проблем. Если отели располагаются от центра Сочи дальше в сторону Лазаревского района, здесь всегда проходит пляжное полотно и есть переходы либо наземные, либо подземные, которые можно воспользоваться и спокойно перейти железную дорогу. Многие спрашивают, мешает ли железная дорога отдыху. Кому как. Например, есть такой пансионат Бургас, который у нас находится в Кудепсте, он разделен на две части, разделен как раз таки ЖД полотном. Пляжные корпуса у них располагаются на переговой линии и за ними проходит железная дорога. Конечно, железная дорога отделена защитно-звуковым полотном, неоднократно останавливалась в этом объекте по работе, по рекламным турам. Честно, не мешает ни спать, ничего. Да, поезд едет, но как такового дискомфорта, конечно, у меня это не вызывало. Но есть туристы, которые действительно, может быть, слишком взаимодействуют с природой и слышат все звуки. Поэтому тут надо этот нюанс учитывать. Насколько далеко от ЖД-полотна располагается корпус, как защищен корпус от ЖД-полотна, как проходить к морю. Все эти нюансы надо учитывать. То есть Адлерский район у нас с вами, он ЖД-полотно, Эмиритинской Низменности, ЖД-полотна нет. Дальше от Центрального района Сочи мы идем уже по берегу моря. Центральный район Сочи. Большая развитая инфраструктура, есть все, есть театры, есть рестораны, парки, культуры отдыха, есть куда сходить с детками, чем развлечься. В Амиритинской Низменности, повторюсь, это парк развлечений, Сочи парк с большим количеством горок и развлечений для детей. Есть скай-парк, который есть по дороге на Красную Поляну, там есть подвесной мост между ущельями, по которому можно пройти, испытать свои нервные клетки, можно прыгнуть не на тарзанке, привязанном к ноге в пропасть, со скай-парка, невероятная высота, тоже пощекотать себе нервы этим можно, да множество чем можно себя занять, приехав в Сочи, не только нежиться морем, пляжем и получать оздоровительные процедуры либо лечебные процедуры, но можно также себя разнообразить экскурсионной программой. Ну и, соответственно, Лазаревский район, опять же, повторюсь, это больше семейный курорт. Хотела вернуться к Красной Поляне, мы все-таки не затронули этот блок, но он также относится к Краснодарскому краю, он относится к району Большого Сочи, делится он у нас с вами, Красная Поляна, на три курорта, это Роза Хутор, который самый популярный, тут есть отели всех ценовых категорий, от пяти звезд до постолов, можно здесь внизу на первой линии прогуляться по набережной реке Мзымта, трекинг сделать по экотропам, можно полежать у пляжа, у искусственного озера, заняться йогой с видом на горы и, соответственно, подняться на Розу-пик, откуда невероятные виды, любоваться закатами, горами и всем остальным. Есть также трекинговые маршруты, которые рассчитаны для туристов любого уровня подготовки. Также есть курорт Газпром, это больше считается семейным курортом за счет инфраструктуры отелей, единственный в районе открытых бассейн и ориентированный на детей. Ну, соответственно, опять же, целительная сила гор, чистейший воздух, головокружительные пейзажи вокруг, все это Газпром. И Красная Поляна, это бывший горкий город, он разделен на две части, это Нижнюю Поляну 540, Верхнюю Поляну 940, между которыми курсирует подъемник. Также туда на 960 можно подняться на автомобиле, то есть такси туда доезжают спокойно. Отельная база есть как на Нижней Поляне, так и на Верхней Поляне со своими барами, кафе и развлечениями. В нижней части есть торговый центр с аквапарком, магазины, парки, детские клубы, а в верхней части располагаются подъемники к лыжным трассам и горным эко-маршрутам. На Розе хутор можно заняться активным отдыхом, это в первую очередь Красная Поляна у нас не только горнолыжный курорт, но и есть все возможности для активного отдыха, трекинги, пеши, подъемы к водопадам, обзорным площадкам, есть единственный в России велосипедный парк, горки-байк-парк с трассами разного вида сложности. Также сюда приезжают с детьми, опять же повторюсь, аквапарк Галактика, открытые-крытые бассейны, есть парк Зеленая планета, где животные у нас зеленые, это слоны, жирафы, динозавры, скульптуры, я имею в виду, там можно лазить, бегать, фотографироваться, Вандерленд, парк, где живут сказочные герои, бабьи, га с волшебниками, велки, енотики, лисы, есть Хаски-парк, который работает на всех трех курортах, есть ферма Северных оленей на Газпроме, ну и, соответственно, детские площадки, клубы, все это также предназначено для отдыха с детьми. Есть, также можно сюда приехать отдохнуть вдвоем, можно погулять среди цветущих лугов по экотропам, совершить пеший туризм, подняться по канатной дороге на Роза-Пик, пообедать в местном ресторане, покататься на небесных качелях над бездной. И все курорты имеют свои пляжи в Амеретинской низменности, так что, живя в горах, можно вдоволь накупаться и в Черном море. Экотропы, какого числа открывают и закрывают? Насколько мне известно, экотропа открывается в середине мая. Пока информация от курорта нам не приходила, но, насколько я помню, в прошлом году, по-моему, с середины мая они открывали, закрывали в сентябре. Какое сообщение между этими курортами? Раньше пешеходных дорожек не было, появились, пешеходные дорожки есть. Какое сообщение между? Там курсируют автобусы, можно вызвать такси, конечно, пешочком там можно пройтись, но этот самый, наверное, отважный, расстояние все-таки большое. В основном, между курортами курсирует транспорт. Доехать можно без проблем. Если хотят, например, с Розы Кутер попасть на Красную поляну и обратно, в этом проблем никаких не возникнет. Единственная проблема, это если вы хотите попасть, проживая в Горкий город, в Красной поляне, хотите попасть на Розу Плато, вам надо будет добраться до нижнего уровня Розы Кутер и купить как-то скипас на подъемник, чтобы подняться на Розу Плато. Если вы живете на Горкий город на высоте 960, подъемник у вас входит в стоимость. Вы можете ездить туда-обратно, сколько вам хочется, поэтому без проблем. Кто живет внизу на 540 Горкий город, те также обязаны покупать скипас на подъемник, на подъем туда-обратно. В общем, курорт Красная поляна у нас очень разнообразный, его пытаются развить не только как горнолыжный курорт, не только зимний курорт. Сейчас делается очень много для привлечения туристов туда летом. То есть совмещение отдыха гора-море это одна из их позиций. Они делают и шаттлбассы до моря, до своих пляжей. То есть утро, рассвет вы встречаете в горах, закат вы можете проводить на море, вернувшись обратно в отель. Также там постоянно курсирует ласточка, которая отходит от Адлера в порядка 40 километров расстояние до Красной Поляны. Можно прокатиться на ласточке через тоннели горные. Тоже невероятное путешествие, которое занимает где-то минут 40. Поэтому сам район Большого Сочи очень разнообразен. повторюсь это от отдыха уровня эконом в поселках до хорошего презентабельного уровня пяти звезд на комфортабельном размещении, на комфортных условиях предоставления услуг и качественного питания в самом отеле по системе шведский стол. Хорошие рестораны открываются, инфраструктура добавляется и разбавляется, чтобы люди не скучали и нашли чем себя занять. В основном большая часть отелей имеет свои СПА-комплексы. Можно приехать насладиться не только морем, но и заняться своим оздоровлением, принимая те или иные СПА-процедуры. Многие сейчас не только СПА отпускают, включают какие-то лечебные программки оздоровительные, легкие, лайт, ингаляции, массажи. чтобы поддерживать тонус своих туристов излюбленных. В общем, инфраструктура очень масштабна, очень глобальна. Мы стараемся сейчас максимально наполнить наш сайт предложениями по этому региону. С 1 мая у нас ну или после майских праздников у нас расширится ассортимент предлагаемых отелей на нашем сайте, хоть сейчас он немал. С 1 мая у нас будет гораздо больше предложений отслеживайте. Собирать не всего будут отели на моментальном подтверждении, также это будет выставлено. Также вы можете собирать пакеты полностью с проживанием, перелетом, трансферами на любого класса автомобилей. Также будет возможность летом включить какие-то доп. опции по поводу присоединения к группам экскурсионного обслуживания. Поэтому отельная база у нас развивается, продукт у нас наполняется, предложений у нас достаточно много. Стараемся удерживать вашу комиссию на предложения. Поэтому смотрите, выбирайте подбор тура с хорошим поисковиком, он сейчас доступен в разделе «Россия». Также у нас выгружено очень много направлений не только Краснодарского края, Сочи, Анапы и Геленджика. Мы сейчас развиваем также направление Крым. Кстати, у нас через полчаса с вами начнется вебинар по Крыму, так что присоединяйтесь, будет рассказывать наш уважаемый партнер по Крыму по продукту, про курорты. Мы наполняем наш сайт российским продуктом. У нас большой перечень экскурсионного обслуживания. Если вашим туристам необходимы однодневные экскурсии, присоединения группам в том или ином регионе, вы всегда можете их запросить. У нас в каждом практически регионе есть свой партнер, который любезно нам предоставит, рассчитает и забронирует и предоставит вашим туристам хороший уровень сервис экскурсионного обслуживания. Широкий выбор, опять же, повторюсь, трансферов от машины стандарт до бизнес, премиальных классов, минивэнов. Все это можем забронировать. Коллеги, если есть какие-либо еще вопросы, задавайте в чате, я с удовольствием на них отвечу. Может быть, что-то дополнить, чего-то не хватило, может, я что-то упустила. В любом случае, хочу поблагодарить вас за то, что вы были сегодня со мной на вебинаре. Мы разложили, я думаю, детально каждый поселок, каждый курорт. Если у вас какие-то вопросы остались или возникают, вы всегда можете обратиться ко мне, к вашим кураторам, к менеджерам, мы с удовольствием ответим, поможем, расскажем, можете звонить, мой добавочный прямой 204. Если что-то надо уточнить по региону, курорту, я с радостью помогу, расскажу и посоветую, что необходимо в том или ином случае для вашего туриста, что будет ему комфортнее, удобнее в размещении, какой район ему будет удобнее по расположению, по инфраструктуре. Поэтому обращайтесь, не стесняйтесь, мы всегда открыты и к критике, и к предложениям, и всегда рады помочь с выбором. Еще раз всем спасибо. Если есть вопросики, пишите, я пока еще с вами. А вам хорошего дня, хорошего настроения. Сегодня в Москве наконец-таки, кто у нас находится в Москве, вроде как приходит весна, на улице светит солнышко. Пусть это солнышко нам добавит еще больше яркости, позитива в нынешней обстановке, чтобы наши туристы ехали, отдыхали, не было никаких проблем у них на отдыхе в связи с обстановкой, у нас все работало с вами. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы и страны открывались, и был выбор больше предложений, и чтобы наш гостиничный сервис российский соответствовал уровню и качеству зарубежного, чтобы турист, раз побывав в России, на российском курорте, понимал, что и в России можно отдыхать хорошо, приятно, с хорошим уровнем качества и сервиса. Еще раз всем спасибо, хорошего дня, ну и до новых встреч, всего доброго. до новых встреч, до новых встреч! до новых встреч! Продолжение следует...